Рекомендую Влада как специалиста, который, в принципе, прошел хорошее обучение, у которого есть уже опыт, особенно опыт жизни в Сочи. То есть, ребят, обратите внимание, не так много местных риэлторов в Сочи, их вообще, в принципе, нет. Влад, по сути, это первый местный риэлтор в городе Сочи. Поэтому у меня к вам огромная просьба, просто поддержите человека, просто подпишитесь на его канал. Знаете, для меня это очень важно, чтобы... Да и вообще для вас, для каждого из вас, представьте себя на его месте. Человек только-только делает первые шаги, но хочется, чтобы просто человека, знаете, поддержать немножко. Поэтому, если не сложно, просто подписка и лайк. Буду благодарен вам, да. Всем привет, дорогие друзья, с вами Павел Морозов, Сочи, агентство СССР. У меня в кадре Влад, наш новый сотрудник. У нас, как всегда, пополнение, которое идет постоянно, круглогодично, круглосуточно, можно сказать, ищем новые таланты, новых ребят. И я рад, что мы таких классных ребят находим, потому что, ну, свежий взгляд на недвижимость, свежие люди, свежие каналы. И вообще, ну, вообще это интересно, вот именно смотреть на то, как оценивают рынки недвижимости, например, вот местные люди, местные граждане. Влад, вот, имеет такой хороший опыт проживания в Сочи, потому что он здесь родился и вырос. Влад, расскажи в двух словах о себе. Хотел бы, чтобы он презентовал немножко себя о том, поговорили о том, чем он будет заниматься у меня на канале. И также поговорим о том, почему стоит обращаться к Владу в первую очередь. Влад, расскажи в двух словах о себе. Дорогие друзья, еще раз всем добрый день. Меня зовут Влад Лен. Я являюсь специалистом по недвижимости в этом городе Сочи. Хочу сказать про себя то, что я местный человек. И, в принципе, все это кухни недвижимости знаем в Сочи уже не первый раз. Я как-то давным-давно работал в агентстве недвижимости, ну, в обычное большое сочинское агентство. И я понял то, что строится рынок недвижимости не совсем так, как было нужно. И потихонечку набираясь опыта, набрался там и обратился к Павлу. И, собственно, связались мы с ним. Я прошел у него обучение и сейчас уже активно, успешно занимаюсь продажей, продажей недвижимости, квартиры в частности. Я буду заниматься непосредственно квартирами, а также на этапе застройки, инвестиций, в общем, такого формата. Слушай, вот ты работал же в агентстве недвижимости. Почему ты решил заняться таким форматом, как YouTube? YouTube именно агентство недвижимости, YouTube риэлтор. Я понял. В общем, в любом случае я считаю, что это, во-первых, публичность, это сразу открытость перед людьми. То есть человек может посмотреть все видеоролики и понять, какой ты человек. И как ты рассказываешь про объекты и показываешь всю недвижимость именно непосредственно в городе Сочи, в частности в Адлере. Вот я больше делаю аспект на Адлер. А все знают, что Адлер? Да, да, да. А почему Адлер? Ну, во-первых, я считаю, что в Сочи, на мой взгляд, перевибран скучер. Ребят, классный график, смотрите, она прямо на стене. Такие арты, они очень часто бывают. Ты же видел, и в Морбангл, там, так далее. Прикольно, вообще. Прям идешь, это классно. Смотрите, ребят, у нас немножко испортилась погода, но это не мешает ребятам заниматься пляжем. Видите, пляж подъелась чуть-чуть, но каждый год здесь вот досыпают. Вот в прошлом году не досыпали, а в этом вот досыпали. Смотрите, до уровня прям плит. Ну, все, кто знают, здесь местные граждане, они, и те, кто отдыхают, они знают, что здесь пляж, он чуть-чуть ниже этих плит идет. Вот сейчас вот выровняли. Вот, просто, ну, блин, на самом деле еще чуть похолодало, сколько? Плюс 10 где-то, да? Да, достаточно прокладно стало. Извини, перебил, просто хотел показать. Касаемо Адлера, что хотел сказать. Почему Адлер? Потому что это перспективный новый строящийся район, который практически весь заполонился, полностью недвижимостью. Во-первых, Сочи, я считаю, что там уже практически все районы, это Лысая гора, вот уже пошло все в горы, горы строятся, там уже нечего покупать, и нет ничего интересного. И ценник максимально завышен. Пока у вас есть уникальная возможность приобрести в Адлере, потому что мы сейчас находимся территориально еще в районе Сириус. Это самый перспективный сейчас из района, что есть, и здесь будет различная, развитая инфраструктура, будет множество различных объектов. Кстати, у меня в Инстаграме, можете посмотреть, я написал несколько постов, связанных именно с этим районом, очень интересно. Да и сам Адлер, во-первых, здесь больше олимпийские объекты все, это большая набережная, не так, как в Сочи. В Сочи все, ну, не знаю, как будто, не знаю, какой-то Совдеп, честно говоря. Ну, честно говоря, так оно и есть. И в Адлер гораздо интереснее, гораздо, ну, посмотрите сами, гораздо круче. В Сочи таких набережных, по идее, нет нигде, именно в Центральном районе. Я уже не буду говорить о Лазаревском районе, это Дагамыслоо, Лазаревское туда и так далее. Ну, Адлер самый перспективный, самый интересный. Это, на мой взгляд, я думаю, что вы со мной согласитесь, дорогие друзья. Ну, знаете, согласитесь или нет, это, ну, посмотрим в комментариях, что это там написано. Потому что, на самом деле, о, голод мира. Курлы-курлы! На самом деле, я хотел сказать, что, Влад, достаточно так, знаешь, максималистично высказался про Адлер. Я, на самом деле, тоже люблю Адлер, но, знаешь, вот есть куча людей, которые любят Центральный Сочи. Просто, скажу честно, вот именно тот Центральный Сочи, который все любят, это, грубо говоря, от Ривьера до Дендрария, но он не по карману, в принципе, 98% населения нашей страны. Вот, именно там все парки, классная прогулочная зона и так далее. И, посмотрите, как классно. Вот люди просто, погода вообще, ну, такая, не очень погода, да? Посмотрите, как, посмотрите, как, чем занимаются люди. О, пожалуйста, тут какой-то человек был, кстати, кто, кто катался на таком электросапе, что ли, не знаю, правильно назвать, как, да? Он с моторчиком и прям над волнами прям. Наверняка это что-то новенькое. Да, что-то новенькое, да. Ну, люди на сапах катаются, пожалуйста, очень удобно в гидрокостюмах, клево. Ну, и окупается он человек. Вы видите это, да, вообще? Вы это вообще видите? Посмотрите. Вон, человек купается просто-напросто. Вот, что я хотел сказать, вот, по поводу, там, Адлера и Сочи. Конечно, Адлер более перспективен, ну, именно Сириус, да, Олимпарк. Ну, и Сочи тоже интересен. В Сочи тоже иногда появляются объекты достойного внимания. Я думаю, Влад не будет обделять, обделять вниманием эти объекты, когда действительно что-то интересное будет появляться. Вот, что сказать. Вот, кстати, вот, по поводу Влада. Влад ориентирован на такой, скажем так, народный сегмент. Вот, в принципе, поэтому, если у вас, там, небольшой бюджет или, там, средний бюджет, вы можете обращаться к Владу. Он больше уделяет внимания этому сегменту. Ну, как бы, не знаю, элиткой будешь заниматься, нет. Там, более дорогой недвижимость, там, бизнес-пласса. Ну, более дорогой недвижимость, ну, мы со временем к этому подойду. Но пока занимаюсь более, как ты сказал, народной недвижимость. Да, в общем, по карману подешевле. И обязательно, чтобы, желательно, сразу, если заселяться, сразу, чтобы был дом сдан, все документы были, и все коммуникации центральные, все вот эти присущие моменты, что должны быть в самой первой очереди. Ну, короче, без проблемной недвижимости, грубо говоря. Для начала, да. Для начала, да, что человек купил, заселился без проблем и был доволен. И потом заново к нам обратился, порекомендовал уже нас, соответственно, их уже друзьям и знакомым. В общем, такой вариант. Ну, и дальше смотрите, там, если будет интересно, обращайтесь к Владу. Влад, знаете, он такой, ну, несмотря на свою молодость, он достаточно такой открытый и порядочный человек. С ним очень приятно иметь дело и вести диалоги. Вот. Ну, смотрите, какой красавчик вообще. Вы только посмотрите на него. Слушайте, посмотрите, какая тишина, какая вообще погода. Какая тишина сейчас, какая прелесть. Хоть и дождик, да, ну, блин, супер вообще погода. Да, 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 да. Мы находимся в Мересинке, вокруг нас растут пицунские сосны, вон они, да. И смотрите, какое количество людей, в принципе, гуляет даже в плохую погоду. А вон на набережной. А, вон эти штуки, смотри, Влад, это такие, даже про них ролик какой-то снимают, вон там люди, видишь? Которые вот эти... Да, да, катались, да, да, вот, вон они. Что-то там делают. Вон, вытащили их. Ну, это что-то там, типа транспорт на подводных крыльях. Вот, ну, интересно, интересно, безусловно, интересно. Да, такая небольшая у нас прогулочка получилась по... Вот так вот он выглядит по набережной, видите? Ну, в общем... В общем, как-то так. Ну что, друзья, будем заканчивать этот ролик. Надеюсь, вам все понравилось. Тут лавочкой даже поставили. Просто сидеть, встречать закат. Курорт и сбор. Курорт и сбор, да. В общем, до скорых встреч на канале у Владлена. В общем, я рад, что ты в моей команде. Вот, с тобой классно и... Работать, и просто проводить время там на всяких тусовках, где мы часто бываем, там, пинтбол и мафии, и все остальное и прочее. Вот. Кстати, если вы мафию играете, ребят, пишите. Будем вас звать на наши игрушки. Вот. На этом все. Всем всего хорошего. Хорошая погода. И не такая, как у нас сейчас. Вот. Хотя бы, чтобы солнышко было. И плюс 15, хотя бы. Хотя бы, да. Потому что уже плюс-минус 5 градусов, потому что играет большую роль в Сочи, да. Сто процентов, да. Кстати, на поляне сейчас куча снегов было. Пока здесь дождик, там уже снег идет. И можно кататься там на лыжах. Ну, сегодня, может быть, нет еще. Буквально пару-тройку дней сейчас засыпет все. Оттрачат, все сделают. Да, да, и можно кататься. В общем, ребят, хотите жить в Сочи? Сочи потепление планируют еще плюс 15 градусов. Вот сейчас. Так, понятное дело, там, ситуация такая будет и в январе, и тоже будет плюс 10 и плюс 15, там, солнечные дни. В общем, хотите жить в Сочи, ребят, у вас есть к кому обращаться, пишите, звоните Владу или мне, без разницы. Мы вам будем помогать. Всем всего хорошего, удачи по жизни, здоровья вам и вашим близким. Всем пока.